Всем привет! Меня зовут Таня Ухова. Я автор книги «Кузнечик». Это silent book. Я сейчас расскажу, как эта книга создавалась. В общем, изначально это был дипломный проект, который нужно было сделать в вышке. Я училась там в 2018 году, выпускалась, и нужно было придумать какую-то историю в течение совсем очень короткого времени. У меня была изначально вообще другая история, и пришлось ее переиграть, потому что там был очень сложный такой сюжет. В общем, не на месяц, скажем так, дипломной работы. И, собственно говоря, я хотела рассказать о том, что я знаю. То есть эта история произошла со мной в детстве, когда я была маленькой. То есть меня окружала куча насекомых всегда. И постоянно какие-то странные истории происходили из-за этих насекомых. То есть, в принципе, у меня еще даже помимо книги осталось там о чем рассказать. И, собственно говоря, я написала текст буквально за 20 минут. А зарисовку я сделала всех разворотов, которые у меня фактически... Сюжетная линия осталась где-то, наверное, в течение двух часов. Все остальное время я в основном выбирала технику, в которой делать... Это было достаточно сложно, потому что нужно было понять, какой персонаж. И изначально у меня не было такой задумки придумать, что это прям сайлент-бук будет. То есть там был какой-то текст, но его было очень мало. Просто мне не хотелось, чтобы картинки и текст друг друга сдваивали. То есть это как-то не очень хорошо выглядело, потому что очевидно, что там нарисовано одно, и в тексте то же самое. То есть вот... После того, как я окончила вышку, я буквально, наверное, за неделю до конца конкурс... Вот есть такой конкурс «Книга внутри», который проходит каждый день... Ой, каждый год. Это огромная возможность для художников-иллюстраторов, у которых есть какой-то интересный проект книги, который хочет ее реализовать, попробовать себя в этом деле посоревноваться. Но по поводу соревнований, мне кажется, лучше даже не думать, просто, как сказать, просто нужна цель, это сделать свою книгу. В общем, я подала заявку и попала на свое же удивление в шорт-лист, потому что, скажем так, было некоторое предупреждение по поводу участия в конкурсах «Книга внутри», потому что там периодически ребята из Британки участвуют, и вроде бы как такое сложилось впечатление, что вот только вот они, собственно говоря, и проходят. Это была достаточно такая долгая работа, на самом деле, над этой книгой. Там очень крутой профессиональный состав художников, арт-дирекция очень крутая, на самом деле. То есть, в принципе, я принесла свой дипломный проект, который был в виде книжки уже готовый на тот момент, и, собственно говоря, с этого момента там закрутилась такая вот долгая работа, которая тянулась где-то год. То есть даже после того, как я поехала, потом, когда я выиграла главный приз, это гранд-приз, и поехала в Болонию, все равно даже после Болонии, то есть у меня изначально она была больше книжка, там было 72 страницы, 72 полосы, и пришлось ее где-то в половину урезать. То есть работа была прям до последнего момента, потому что я рисовала ее от руки, и еще приходилось очень много всего, там всяких артефактов подчищать, прям до последнего момента какие-то там изменения вносить. Но на самом деле мне было очень интересно, потому что я видела, как у меня был проект изначально, и как он менялся, там появилась некая такая другая интонация, нежели у меня была вначале, то есть появился какой-то больше смысл, который на самом деле я изначально туда не закладывала, то есть это была просто, ну, простая история про лето, про детство, про вот эту возню с насекомыми. Вот, а так как это сайлент-бук, то там есть такой момент, что так как нет слов, то любой рисунок и движение, оно должно быть, то есть, как бы сказать, иметь в виду, то есть вот, например, у меня есть картинка, где девочка спасает муравья от, ой, не муравья, а кузнечика от муравьев, то есть она прикрывает его рукой, и вот нужно было так нарисовать, чтобы не возникло ощущение, потому что там нет слов, что она его давит или причиняет ему какой-то вред, то есть из-за того, что там нет текста, то такие моменты, они должны были быть очень четко выражены визуально, то есть визуальный нарратив должен быть такой, ну, понятный, для того, чтобы было, как бы сказать, считываемость того, что там происходит, без слов. Ну, собственно говоря, когда я ездила в Болонию, там была на самом деле очень прикольная ярмарка, такая же, как вот здесь, только большего масштаба, книжка, в принципе, на мое тоже удивление, как бы, потому что все-таки это сайлент-бук, была интересна многим, и там я увидела, какое количество на самом деле сайлент-буков и вообще разнообразие вот книг есть в наличии, которые можно купить, потрогать, посмотреть, то есть там были невероятные книжки, в виде там каких-то домов, то есть так они в сложном варианте выглядели, как дома, там, то есть целые какие-то совершенно другие вещи, то есть как отдельные уже объекты, которые, скажем так, существуют просто, ну, то есть которые просто приятно смотреть, трогать, и очень мне понравилось у корейцев, у них большое достаточное количество вот именно калитературы в стиле сайлент-бук, и я, конечно, надеюсь, что у нас тоже будет довольно-таки такое количество, ну, то есть это будет интересно многим людям, потому что, в принципе, сайлент-бук – это для, ну, наверное, для любого человека, но на эту книжку надо потратить некое внимание и просто захотеть, ну, увидеть там историю, если, например, это, ну, неинтересно, то, наверное, не стоит себя как бы мучить, если нравится читать текст, ну, вообще, как бы для детей, например, это прикольно, потому что я в процессе создания книги экспериментировала, у меня там у знакомых есть дети абсолютно разных возрастов, и там, например, мальчик с 4 года, он, я показывала когда макет этой книжки, он каждый раз по-разному мне рассказывал историю, и у него абсолютно разная была история, то есть даже, как бы, у меня не было, я не закладывала такой смысл изначально, мне это было очень интересно, потому что, ну, было интересно, как вот просто обычная вот история простая, как она работает, если в ней нет слов, то есть ее можно рассказывать, ну, скажем так, самому по-разному. Потом была девочка постарше, у нее там вообще главный герой был муравьи, потому что, когда у меня было еще большое, большее количество страниц, там было уделено достаточно время муравьям, и, собственно говоря, она думала, что главный персонаж там муравьи, то есть мне тоже это было забавно, любопытно, ну, собственно говоря, это очень интересный опыт. Не знаю, может, у кого-нибудь есть какие-то вопросы, что-то хотелось бы узнать. Вопросы, может быть? Просто сейчас должны еще подойти люди. Техника, я использовала акрил, я использовала маркеры. Вот девочка, например, у меня нарисована акварельными маркерами. Я, опять-таки, долго выбирала, чем ее нарисовать, чтобы изначально у меня девочка была там с черными волосами, у нее было очень много темного, и мне сказали, что этим самым она выглядит старше по своему возрасту, и я вот думала, и полностью решила исключить вообще черный цвет, и нарисовать ее акварельным маркером, потому что она выглядит так более легкой и на меньший возраст, чем она была изначально у меня. еще я использовала гуашь. Ну, вот я, в принципе, все, вот всевозможные вообще материалы использовала, и даже и чернила. Единственное, что я не использовала, это цветные карандаши, потому что они у меня не очень хорошо сочетались с историей, вот, то есть я их прям даже, ну, изначально не использовала, не пошло. Вот, ну, и, собственно говоря, я рисовала все по отдельным слоям, то есть отдельно у меня, сначала я все рисовала, значит, на, скажем так, на одном листе, то есть у меня вот был какой-то эскиз, и я рисовала все на одном листе, но из-за того, что были какие-то правки, приходилось просто постоянно перерисовывать, перерисовывать, я подумала, что лучше все-таки нарисовать все на отдельных слоях, чтобы потом можно было это все двигать и не тратить такое количество времени, для того, чтобы создавать новые большие рисунки, потому что рисунки были, ну, большого формата для того, чтобы при сканировании там не вылезали никакие, скажем так, ну, детали, которые бы нужно было очень сильно исправлять. Да, на самом деле там на стенде вышки, вот тут, по-моему, недалеко, с другой стороны, там есть первоначальный вариант книжки, да, там сюжет остался тот же, но очень сильно все поменялось, потому что изначально это было больше похоже на раскадровку к мультику, ну, то есть не было такого детального и такой прям вот истории, ну, то есть сюжет такой же, но по-другому, в общем, там все выглядит. Ну, я с той же техникой это все рисовала там, то есть техника такая же, сюжет такой же, но, в общем, другая интонация, другое высказывание. Всем здравствуйте. Когда долго сидишь дома, забываешь, сколько в Москве людей, особенно в день города, там что-то страшное творится, в метро и на улице, но я добежала почти вовремя, простите за опоздание. Таня у нас гранд-призер третьего нашего сезона, нашего конкурса «Книга внутри», который был организован издательством «Самокат». Специально для тех иллюстраторов, которые предоставляют в издательство не свое портфолио, только картинки и иллюстрации, а у них уже есть какой-то проект, оформившийся уже в голове или, может быть, даже в эскизах. И для этих людей был организован этот конкурс. Ему уже три года. Каждый год у нас как минимум один гранд-призер, которого мы везем в Болонью на выставку. И также все остальные номинанты, которые выигрывают определенные номинации, они издают свою книгу. И это, мне кажется, в этом конкурсе самое главное. То есть мы не выдаем никаких дипломов, никаких грамот. Шоколадных медалек мы тоже не выдаем. Мы печатаем книгу. Сейчас, я не знаю, наверное, может быть, стоит вам… А можно там в интернет зайти? Нет? Можно в интернет? Нет? Окей. Ну, на самом деле, за три года, сколько раз я набирала в Яндексе книга внутри, значит, наша ссылка самая первая, ошибиться там практически невозможно. И на самом сайте есть все правила участия. Если у вас будут вопросы, вы можете мне их сейчас задать. Вот. Но там, в принципе, все есть, весь регламент, весь… все правила. И могу сказать, что к каждому январю надо подготавливать свой проект. И в течение года мы вместе с художником его делаем. Вот так вот коротко. Есть какие-то вопросы? Да, конечно, нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по технике, ни по теме, ни по количеству полос, ни… ну, то есть практически никаких ограничений для… ну, то есть такие, которые могут остановить ваш полет фантазии. В общем, никаких абсолютно. Главное, чтобы это была интересная книга и интересная идея, ну, и такая графика, которую вы смогли бы вытянуть в течение всей… всего проекта. То есть если вы, например, предполагаете, что вы на 40 полос сможете делать ту технику, в которой, например, вы новичок, то, ну, это такой некий риск есть в этом. Но также, может быть, это наоборот ваша будет мотивация, да, например, довести этот проект до конца в той технике, в которой вы, например, только-только начинаете работать. Все, по большому счету, зависит от художника. А мы его поддерживаем всячески. Какие еще вопросы? Ну, я туда езжу по работе просто, а Таня поехала, потому что… Да-да-да. Да-да-да. Ну как, мы, конечно, не заставляем Таню вместе с нами гулять, вот, наоборот, предоставляем ей полную свободу. И просто там… Да, ну, то есть мы предоставляем, во-первых, билеты на саму выставку, билеты туда, в Болонию, проживание оплачиваем. Не самый дорогой отель, конечно, но достаточно. Тане, я думаю, Тане все понравилось. Вот. И… Ну и просто общение с нами и хождение вместе с нами по выставке – это тоже, в общем-то, чего-то достоит, наверное. Да, ну, как бы, про выставку это можно отдельно поговорить, конечно. Самокат уже давно отдельно от русского стенда имеет свой стенд и на франкфуртской выставке, и на болоневской выставке, потому что мы привозим каждый год свой какой-то потенциальный хит, на который мы как бы ориентируемся в течение полугода или года. Кстати, как минимум, по-моему, пять проектов наших отобрано «Граци и Готи» в книгах с тысячей выдающейся книги, в том числе там есть те гран-призеры, которые были в прошлом году. Танина книжка просто вышла буквально в неделе… Да, в августе, ну, то есть это вот буквально две недели назад, поэтому она, конечно, еще не успела обрести популярность такую, как предыдущие проекты, но я думаю, что у нее большое будущее. Да, конечно, мы для этого, в общем-то, туда и ездим, и обязательно каждый проект, который мы доделываем или который мы вообще ведем, у нас даже есть такое правило временное, что обязательно художник должен успеть сделать как минимум 80% своей книги где-то до декабря, потому что в декабре у нас уже озвучиваются результаты конкурса, чтобы нам успеть за январь и февраль довести этот проект еще более в готовое состояние, чтобы привести его в Болонию, еще не печатную версию, не тиражную версию, а это еще версия такая, как бы напечатанная в единственном экземпляре, то есть это такая макет такой, но уже практически готовый, чтобы мы обязательно услышали фидбэк и от иностранных коллег, и от посетителей выставки, которые просто приходят на стенд, потому что нам, конечно, очень интересно и, в принципе, пообщаться с людьми, и, ну, честно говоря, потому что у нас еще все-таки на этом конкурсе обычно очень такие, ну, наверное, все-таки рискованные проекты для рынка, поэтому мы пытаемся их просто минимизировать, то есть как-то не из-за того, что мы чувствуем в себе какую-то некомпетентность в этом вопросе, а скорее, ну, чтобы немножко не опередить время, хотя, наверное, может быть, и надо бы уже посмелее к этому всему, вот. Так, что еще, какие могут быть вопросы? Если нет, то я могу, не знаю, сколько у нас времени? 20 минут пятого. Ну, час у нас, да, лекция, да? Да, да, да. Ну, окей. А, 30 минут, отлично. Так, что я могу вам еще рассказать? У нас абсолютно разные художники приходят на этот конкурс, и заявок мы рассматриваем как минимум 250-300 каждый год. На первый тур проходят примерно 10-15 человек из 300. Это те проекты, которые, как мы считаем, могут быть реализованы. И это не только зависит от графики или от идей, а еще от человеческого фактора, потому что многие, ну, есть такие художники, и, наверное, просто это из-за того, что наша индустрия, вот, как бы, книжек, картинок сейчас развивается, которые могут, ну, так сказать, немножко переоценить свои силы. И так как этой книге нужно будет уделить как минимум год, вот, иногда просто бывают всякие разные обстоятельства, и в итоге у нас из 10-15 проектов к концу подходят где-то 2-3. Вот как-то это так примерно. Я очень надеюсь, что с каждым годом и заявок будет больше, и, как бы, так сказать, готовых проектов будет больше, потому что это всегда очень интересно. Да, это гран-при. А все те, кто попадают в номинацию, просто, как бы, побеждают в номинации, у них тоже издание книги, там, ну, гонорар, там все как... Да, конечно, но вы же работаете. Нет, вы работаете, вы получаете гонорар. Мы работаем, ну, мы получаем вашу книжку. Какие еще вопросы? Да. Ну, они, конечно, положительные, они были рады за меня, что так получилось, потому что для них тоже это, ну, по-своему, тоже победа, потому что, ну, преподаватели, как бы, были в курсе, в курсе, конечно, этого проекта, они, на самом деле, изначально меня всячески поддерживали с идеей, потому что, ну, как бы, это просто такая детская история, то есть я, ну, как бы, вот решила ее выбрать, и все, то есть меня с ней поддержали, также они были очень за меня рады, на самом деле. Ездили они в Болуне или нет? Ну, кто-то ездил, кто-то нет, ну, как вот, временем располагали, потому что так тоже они ездят в Болуне, на самом деле, периодически по своим делам и по выставочным тоже, то есть была очень положительная реакция. Ну, на самом деле, я бы еще хотела коснуться истории, которую Таня принесла к нам на конкурс. Мне вообще показалось, что это очень такая киношная история, то есть это прям почти практически был готовый сценарий, наверное, для мультфильма, и, может быть, мы как бы соберемся с силами и сделаем его, но на самом деле там было сразу понятно, что там не нужно слов, потому что Таня каким-то удивительным образом буквально там в нескольких разворотах показала всю историю, которую она как бы туда заложила, то есть это было уже понятно, что из этого точно выйдет книга. Мы только вот прям исключительно помогли с композицией, с каким-то там, по-моему, даже выбор цвета был продиктован исключительно Таней. То есть это было такое как бы совпадение, по большому счету. Нет, я просто рисовала как бы отдельные детальки, а уже, ну, там, например, траву, отдельно фаны, отдельно персонажей, потом я просто это сканировала и накладывала все как бы вместе. Так вообще изначально я просто как бы наступила на тех, ну, изначально, когда я только начинала это делать, наступила на те грабли, что я вот рисую целиком все это, и если правки, то мне просто приходилось физически перерисовывать, перерисовывать, подумала, что, ну, и исправляю. То есть очень много на это времени уходит, а для быстроты это вообще самый, для меня оказался, лучший вариант. Да, дома сканировала, обычный сканер Epson. А на каком формате вы вот рисовали для этой книги? Ну, даже мелкие детали я рисовала, ну, вот если насекомок на формате А4, потому что при сканировании нужно, чтобы они были хорошего качества, и чтобы было их удобнее, на самом деле, потом обрабатывать, какие-то артефакты убирать. То есть мелко вот я практически ничего не рисовала, то есть все было на листах у меня А3, ну, минимально это А4 размер был. Еще вопрос про сюжет. Ну, по поводу того, что это история из детства, я поняла. А вот как он у вас возник, как он развивался, и насколько вот книга из изначального замысла изменилась до того, что мы сейчас видим? Ну, изначально там, ну, то есть сюжет, в принципе, вот как бы остался таким же, как он и был. То есть вот он как-то вот изначально раз, вот как бы и возник. Ну, потому что это прям действительно была история с детства, я просто решила присовокупить все свои истории, там, ну, какую-то часть истории с насекомыми, и вот что вот с этим кузнечиком, потому что тоже это, ну, как бы реальная история, чтобы не просто была какая-то короткая отдельная история, чтобы все это было вместе как-то связано. Менялось, как бы поменялось, вот именно как бы, ну, высказывание, интонация, вот опять-таки, так как это сайлент бок, то есть это все стало такое более, ну, не знаю, плавное и в плане переходов, и вот, ну, опять-таки, в плане того, как это все рассказывается. Вот я говорю, то, что вот там на стенде вышки, там есть первоначальный вариант книжки, вы можете подойти посмотреть. Вот вышка буквально вот за этим стендом находится. Вот. Ну, сюжет, как бы, нет. Ну, то есть там, ну, там было только чуть-чуть побольше, там был, например, у меня разворот, где там муравьи, вот там яблоко у девочки лежит, вот она лежит на полотенчике, и вот там яблоко лежит, и вот именно из-за яблок к ней муравьи подтягиваются, потому что так она, и там еще есть разворот, где еще там она отдельно, ее лицо, что вот в профиле, что она так вот расслабленно лежит, и никого не трогает, а вот бац, вот эти вот муравьи возникли. Ну, собственно говоря, то есть, ну, как бы, в принципе, все то же самое, что и вот, потому что основной акцент сместился именно вот больше на, ну, на кузнечика. Изначально Танина история была, ну, как бы, просто история. Вот девочка, вот у нее какие-то взаимодействия с определенными насекомыми. Ну, кстати, первый раз я узнала о том, что кузнечик может откинуть ногу, как ящерица, и ничего с ним потом не будет. Ну, то есть он новую не вырастет, конечно, но, в общем-то, вполне себе может жить. Наверное, отсюда и у меня возникла такая, как бы, идея довести эту историю до того момента, что она ее, его отпускает все-таки, да, вот такого покалеченного. И это была история, скорее, про невмешательство в чужую жизнь. Вот такой, как бы, я смысл вообще закладывала в эту книгу, вернее, в свою идею, да, для того, чтобы Танину историю просто обогатить, ее сделать несколько глубже, как бы ее немножко расширить, да, чтобы читатели или, там, зрители этой книги, да, они могли найти в этой книге что-то чуть больше, чем просто общение с насекомыми. Потому что, ну, и меня, конечно, и как родителя, и как друзей очень много детей, да, меня беспокоит то, что дети могут причинить зло, да, или как-то вот всем этим нашим маленьким существам, с которыми мы живем на одной планете. И как бы это, как это ни романтично звучит, но меня это действительно беспокоило. И мне показалось, что эта книга, в общем-то, может быть, спасет как минимум сколько-то вот этих маленьких козявочек. Вопросы закончили, все вроде понятно. Кстати, еще добавлю, что у нас третий год не закрывается номинация «Графический роман» вот так вот в полной мере, поэтому, а это, в общем-то, комикс. И на волне вот этих нападок на комиксы я прямо вот призываю вас придумать какую-то крутую историю. Приходите на конкурс, и мы ее обязательно сделаем. Потому что, ну, так нельзя, как это было несколько дней назад. Спасибо. Спасибо.